Ольга Бузова это феномен современного шоу-бизнеса. Ее осуждают, над ней смеются, но она продолжает идти вперед, несмотря ни на что, как, не обладая выдающимися талантами, бывшей участницей реалити-шоу удалось стать одной из самых медийных персон российского шоу-бизнеса. Как она стала иконой ЛГБТ-сообщества? И какому культу служит? Зачем все пытаются унизить Бузову? Я еще не закончила, да. Ты не собираешься заканчивать, мы поняли, да. Дело в том, что... И почему ей не везет с мужчинами? Все, надеюсь, когда мужчины начнут меня любить, а они все издеваются надо мной. Почему никто не верит в отношения Ольги и блогера Давы и обвиняют их в хайпе? За что Ольгу Бузову не взлюбила Алла Пугачева и попросила запретить ей трясти арбузами по телевидению. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Ну а мы начинаем. 16 лет назад не было ни Инстаграм, ни ТикТока. Молодые люди и девушки шли за славой на телевидении, в реалити-шоу. Также поступила и 18-летняя Ольга Бузова. Впервые Ольгу телезрители увидели на проекте «Дом-2». Девушка заметно нервничала, однако понравилась участникам и ее оставили на проекте. Первое впечатление складывается обо мне по внешности. А в душе я очень глубокий человек, достаточно ранимый. На первом месте у меня стоит это образование. Искренность, легкость, самоирония, а также образ классической блондинки из анекдотов очень полюбился телезрителям. На проекте у Ольги Бузовой сложились романтические отношения с другим участником шоу. Шоуменом и ведущим из Таганрога Романом Третьяковым. Третьяков научил Ольгу правильно строить фразы и держаться на публике. А также именно он первым предложил Ольге стать певицей. Может быть надо брать другие высоты, более... Вокальные, например. Да, вокальные, например. Ольга и Роман были вместе около четырех лет и даже планировали пожениться. Но к лету 2007 года их отношения окончательно разладились. Бузовой все чаще вызывало у Романа раздражение. Все, что раньше его умиляло в Ольге, стало подвергаться откровенной критике. Ему не нравилась ее речь, ее мысли и все, что Ольга говорила, казалось ему сплошной глупостью. Роман ушел с проекта, оставив Ольгу одну. Вскоре Бузова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2», а вот карьера Третьякова не сложилась. Роман делал неоднократные попытки стать телеведущим на различных телеканалах, но все они заканчивались неудачей. В будущем на шоу «Коммент-Аут» состоялась их мимолетная встреча спустя много лет. Только Бузова уже была звездой, а Третьяков – простым ассистентом. О, смотри! Мне кажется, да, мы были знакомы. Давно. Очень. После разрыва с Третьяковым Ольге приписывали роман с Андреем Сорокиным, российским предпринимателем и меценатом, президентом компании «Вивакс», с которым, по слухам, она рассталась в марте 2011 года. Причиной расставания стал новый роман с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бывшая жена Тарасова, Оксана Дмитриева, обвинила Ольгу Бузову в том, что та разрушила их брак и оставила двухлетнюю дочь без отца. Но Ольге было все равно. Она, как ей казалось, наконец обрела женское счастье. Ольга вышла замуж и продолжила строить свою карьеру. Но после четырех лет брака, неожиданно для всех, пара рассталась. Как утверждал Дмитрий Тарасов, причиной тому стало нежелание Ольги иметь детей. По заверению Тарасова, Ольга втайне от него принимала противозачаточные таблетки. Сама же Ольга уверяет, что причиной расставания стала любовница мужа Анастасия Костенко, с которой Дмитрий закрутил роман, будучи еще женатым на Ольге. На ровном месте я начала раздражать своего бывшего мужа. И когда все вокруг мне говорили, у него, наверное, есть другая женщина, Я так же, как и ты, сидела и говорила нет. А потом, спустя время, я узнала, что у него год была другая женщина. И именно в это время я начала его раздражать. После развода Дмитрий Тарасов по брачному контракту забрал все имущество, включая машину, которую сам же подарил Бузовой. Именно развод с Тарасовым послужил спусковым механизмом в сумасшедшем росте популярности Бузовой как блогера и певицы. Всем было жаль бедную Ольгу, которую в очередной раз бросил мужчина. Все, надеюсь, когда мужчины начнут меня любить, а они все издеваются надо мной. А выпущенная вслед за расставанием песня «Привыкаю просыпаться одна» нашла отклик в сердцах сотен тысяч женщин, переживших расставание. Уже в 2017 году певица начала ездить с гастролями по городам России и собирать полные залы поклонников. Правда, ходили слухи, что желающих посетить концерт популярной артистки было немного и большую часть билетов распродавали по сниженной цене, а то и вовсе раздавали бесплатно, лишь бы заполнить зал. Не все были в восторге и от выступлений Бузовой. Некоторые до сих пор считают песни и сценические костюмы Ольги слишком вызывающими и даже пошлыми. Так, например, Алла Пугачева попросила Игоря Крутого отказать телеведущей в участии в новогоднем «Голубом огоньке». «Новый год – это семейный праздник, на котором не принято трясти арбузами», сказала Примадонна. Она назвала сценический образ Бузовой и ее поведение перед зрителями неприемлемыми. Впрочем, многие звезды шоу-бизнеса при каждой удобной возможности подчеркивают свое превосходство над Бузовой и часто неуважительно к ней относятся. На премии РУ-ТВ в 2018 году певица и ведущая Юлиана Караулова вместе с Анной Седоковой неоднократно перебивали победную речь Ольги Бузовой. Олечка, спасибо, спасибо. Я еще не закончила, да. Ты не собираешься заканчивать, мы поняли. Я бы делала в том... Любовь. Ура! Этим миром правит любовь! А если бы еще ведущие умели не перебивать, было бы вообще замечательно. Спасибо большое. А после слов Ольги о том, что именно она настоящая звезда, продюсер и певец Макс Фадеев просто встал и демонстративно вышел из зала. Часто не любили Ольгу и на Первом канале в программе Баби Бунт. Страна хочет видеть, но я не могу. Кто тебе сказал, что страна хочет это видеть? Сделай хоть что-нибудь, чтобы страна хотела тебе это думать. То, что Бузова стала звездой, неоспоримый факт. Конечно же, такой успех не дает покоя некоторым коллегам Ольге. И ничего, что петь не умеет. Разве это теперь главное? Бузова делает шоу, используя каждый удобный момент для собственного пиара. Певица успела стать иконой ЛГБТ-сообщества. Она поддерживает однополые браки, гордо размахивает радужным флагом и дает вторую жизнь хиту конца 90-х – «Голубая луна». Согласно опросам, песня «Голубая луна» является лидером в списке гей-гимнов России. Кроме этого, Бузова открыто говорит, что очень любят мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Вы знаете, как я отношусь к мужчинам нетрадиционной ориентации. Я их очень люблю. Можно быть геем, да, а можно быть пи***цем. Неоднозначно публика относится и к тайным знакам, которые транслирует певица и телеведущая. Многие уверены, что она поклоняется темным силам. Перед концертом на удачу она очерчивает в воздухе треугольник – символ масонов, который активно практикует сатанизм и черную магию. Бузову неоднократно обвиняли в демонстрации демонических знаков. Обвиняли ее в том, что она продала душу дьяволу за славу и успех. Бузова носит демонические украшения, такие, например, как перевернутые рога, они же ведьмина лунница. А недавнее ее выступление на шоу «Ледниковый период», где Ольга Бузова нарядилась в костюм Мелефисенты с большими рогами, напоминающими рога дьявола, в очередной раз заставила заговорить о том, что Ольга служит темным силам. Мелефисента, к слову, в раннем переводе звучит как «дьяволина». Часто Бузова демонстрирует традиционный сатанинский знак. Она же утверждает, что это буква «Л» от слова «любовь». Мадонна, которая служит темным силам, тоже называет это знаком любви. Однако это сатанинский знак, и он присутствует почти на всех изображениях дьявола. Бузова демонстрирует и другие знаки, такие, как прикрывание одного глаза рукой, а также знак треугольника. Возможно, она делает это потому, что является сатанисткой. Как и Мадонна, клипы и выступления которой нашпигованы масонскими знаками. А фраза «Мои люди всегда со мной» не просто фраза, как уверяет Ольга, а мистическая фраза, которая означает, что человек всегда будет купаться в лучах славы. Неоднократно Ольгу Бузову обвиняли в накрутке подписчиков в Инстаграм. По количеству подписчиков Ольга являлась самой популярной персоной в России, до тех пор, пока всемирно известный боец Хабиб Нурмагомедов не обогнал ее и не стал лидером. На страницу Хабиба в настоящее время подписано 26 миллионов человек, а на Ольгину страницу 22,5. Но самое интересное это то, что посты Бузовой набирают около 300 тысяч лайков, в то время как у Хабиба минимум полтора миллиона. Из чего можно сделать вывод, что накрутка подписчиков у телеведущей певицы все-таки была. В сентябре 2019 года, после выхода клипа «Лайкер», все заговорили о романе Давида Манукяна с Ольгой Бузовой. Давид Манукян, он же Дава, младше Ольги на 8 лет. В декабре пара официально подтвердила, что их связывают романтические отношения. В течение 2020 года пара активно размещала совместные вайны, романтические ролики, снимала клипы и всячески подогревала интерес к своим отношениям со стороны фанатов. Но немногим по душе приторно сладкий роман певицы и блогера. Многие уверены, у Бузовой и Манукяна фейковые отношения ради хайпа. Похоже, пару Ольги Бузовой и Давида Манукяна больше интересуют заработки и карьера, чем семья и дети. По крайней мере, постоянные разговоры Давы о любви, о свадьбе, о том, как он хочет детей от Ольги Бузовой, уже вызывают сомнения даже у самых преданных фанатов пары. Многие в открытую называют роман фейком и делают ставки на то, что пара расстанется, как только интерес со стороны публики к их отношениям сойдет на нет. Как бы там ни было, творческий дуэт приносит пользу обоим блогерам. И если роман пары не хайп, а правда, возможно, именно Давид Манукян станет тем самым мужчиной, с которым Ольга наконец построит крепкую семью, о которой всегда мечтала. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Продолжение следует...